15 правило. Не ранее 30-летнего возраста. А если будет ранее, да будет извержен. Даже не знать урещенных лет. Еще не считали? А если крестить не три погружения, да будет извержен. Апостольское 50 правило. На них все горит. Они ничего не знают. Они не учат людей. И нам Бог дает возможность им сказать. Поверьте, братья, Господь скажет, когда надо будет. Но молитесь. Не будет больше встреч. Ну, мы сделали все возможное. Ну, вы видите? Несоединяемое. Это невозможно. Глина и железо не соединяются. Как в Данииловом видении было. Значит, в другом месте встречи будут. И я им дал вот это вот, что нужно написать. Батюшка передал. Смотрите. Сколько мест Писания? Второе Коринфянам. 3.17. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Ну, прочитал, батюшка, и тут уже не до этого. Я им начну разговаривать. Что такое? Вы хотите быть свободными для Бога? Вы не можете быть рабами человеков, Кто делается рабом человека, не может быть рабом Бога. Апостол Павел прямо говорит. Если бы я угождал людям, то я до ныне не был бы рабом Христовым. Это несовместимо. Иначе одного будешь любить, господина другого ненавидеть. Вот этот стих-то я им когда расскажу, и они себя увидят, кто они. Так, вот это отнесешь, Сергей, возьмешь Андрею и скажи. Вот это вот, выдай. Не портите вот так вот. Зря он ушел. Он мне очень нужен был. Дальше, Евангелие от Иоанна 3,7. Не удивляйтесь тому, что я сказал, тебе должно вам родиться свыше. Почему проповедей о рождении свыше нет? Притом ни у кого, нигде. А причина одна, они его не знают и нерожденные. Все. Больше ничего нет. И все. А эти юридиксы, это псевдоправославные, это они как легко рассказывают. Откуда ты узнал, что ты не псевдоправославный? Сегодня самая большая секта, это московская патриархия, везде об этом пишут. Аллилуйя. Самая большая секта, отсекшаяся от Христа. Весь интернет переполнен этими словами. Византийское труположество, там так и чего нету, с чем. Они это знают. И сейчас мощнейший напор на патриарха делает все. За патриарха нужно помолиться, чтобы он устоял, исправился, ввел пасту куда надо. А патриархе особая молитва нужна. Он сильно нуждается в этом, и здоровьишко тоже не блещет. Римлян 10.17. Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Это тоже целая тема. Понимаете, это они просто прочитали, а здесь надо все разъяснять, для чего нужно время. Давайте, где вера от слышания, когда не понимают. Я хотел сказать сегодня. Ну, понимаете, батюшка-то здесь. Я ему на ухо наступлю сейчас тоже. Да вы так. Понимаете как? Много сегодня поют. Что это за распелись? Заунэное плачевное пение поют. Никто ничего не знает. Я спрашиваю людей, о чем пели, какие наши слова не знают. Вы что, утешаетесь этим? Рулады заводите? Да прочитайте четко, ясно. Дайте Третьякова, Дубунова, пусть эти места прочитает. Пропойте, что положено, там без чего нельзя, там херувимское, веру. Ну, тут сегодня поют, поют, поют. Ну, вам что, антракт молчания нужен? Да. Зачем? Антракт молчания. Ну, людей я спрошу конкретно. Скажите, когда вы тут долго пели, а не перед причастием, кто понимает эти слова? Поднимите руки. Не понимают. Ну, ни одного нет. Это для кого делается? Это еще мы совсем ничего не понимаем. А написанное Прочитовым прилагали толкование. Книга про Рока Неемия. Игнатий Игнатьевич, а это все то же самое было, только литургия Василия Великого. Батюшка читает там молитвы. И теперь, чтобы его не слышно было, начинают вот это вот петь. Хорошо. Длинно. Чтобы не слышно было, может быть, это... Конечно, конечно, это так и есть. Но может быть и не так. Как это не так-то? Не надо поверить, чтобы батюшку забить там. Именно... Не то, чтобы не слышно было. Не то, чтобы не слышно было. Это называется тайной молитвы священника. Если батюшка скажет... Это тайной молитвы, разговор я не веду. Да, это тайной молитвы. Понимают люди, понимают, что тайной... Если вы скажете, братья, слушайте, что я там говорю. Он может говорить, мы будем слушать. Братья, спор не отчего. Ну, я сказал, что... Так что мы поем то, что у нас на службе. Все, мы не планируем. Я ничего не настаиваю. Я только говорю, что ничего не понятно. Это редкость... Это редко бывает, это редко. Это время прогреть. Гори огонь, гори. Всегда гори. Как только батюшка скажет это петь, мы будем петь. Пока не скажет, вы же понимаете сами. Я уже выискиваю. Говори. Лена? Минутку, Лена. Мы бы и канон так заменили. Вот канон вообще непонятно. А его-то читают. Можно было заменить проповедью. Но никто не меняет его. Почему? Потому что служение обмонтировано. И это как бы уже связано. Так, мы не посягаем на это. Тут руководит батюшка, не нам. Но молиться будем, и что-то будет не так. А что, как и как? Чтобы понятно было, я только об одном говорил. Можно я кратко поясню? Во время Великого Поста по воскресеньям, в воскресные дни служится литургия Василия Великого. У священника более длинные молитвы. В священном песнопении тоже удлиняются. Но песнопения, которые поет клирос, они те же самые. За исключением одного, что мы не пели сегодня достойно. Вы пели другое песнопение. Тебе радуется. Понимаешь, я эти объяснения свожу снова опять к тому же. Непонятно и долго. Все. Деньги не тратил, но все не купил. Все остальное объяснение. Мария, Мария, ну зачем вы? Так, минутку, хочешь или больше? Драконики. Первая корреска 4.15. Так, просьба скажите, понятно. Спросите, кому понятно, а кому непонятно. Ну перестань. Так, все. А тебе радуется всякая флата? Так, знаете что? Я вам скажу следующее. Так, Мария, ну зачем вы? Не понимаете. Однажды мы были на квартире у Долгова Андрея Педотовича. Такой закоренелый знаток-старобрядец. Там все по-старобрядческим. И там был кандидат богословских наук-пивоваров отец Александр. Удивительный человек, через которого отец Геннадий стал священником. И наш отец таким у него учился. Вот семинарий-то еще не кончал, он уже рукоположен был. Это его как бы духовный наставник был. И, ну там еще кто-то был из старобрядцев. Я говорю, вот сегодня у нас троица. Ну и там какие-то запевы. И взял я одну страницу, я говорю, переведите это все по-русски. Прошло часа два и все еще не переведено. Такие знатоки. Там столько написано. Там действительно мудрость. Но она мудрость подана в такой витиеватой форме, что даже невозможно конца найти. Там противопоставление Вавилон разделил языки. Пятидесятница соединяет. Там глубочайший смысл, но он сокрытый под тремя или четырьмя печатями. Вот и все. А что ты-то могла бы сказать, когда ты прожила жизнь в трудах? Прожила жизнь в суете с неверующим мужем или с неверующей женой? Ты же понимаешь, что у тебя время-то не было на изучение. Ты самостоятельно такие вещи не изучаются. Я самостоятельно изучал языки. Поэтому знания мои, сказать на таком уровне, как отца Геннадия, да конечно нет. Я никогда и не равняться не буду. Но я понимал старковно-славянский, перевел все правила данного на русский язык. Этого знания было достаточно для меня. А у тебя даже этого, моего маленького, и то у тебя нет. Знания. Далее. Римлянам 8-9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же духа Христова не имеет, то ты не его. Это целая встреча, тема будет. Как узнать, что у нас дух Божий? Братья, мы все будем под епископом. Но духа Божия не будем иметь. Что будет? Они даже ни один не спрашивают. Правильно, неправильно. Главное, чтобы благословил епископ. И не шаг в сторону. Это та же самая цензура, которой сегодня давится СМИ. Не могут ничего не написать. Ну, нет оппонентов никаких. Это значит загниение. Это страх власти держится, боятся, чтобы что-то сказали. Пророков убивали. И где пророков убивали, царство рушилось. Давид их не убивал. Когда грозное обличение на Пануму сказал. Перед всем миром уже сам опубликовал он. Вот смысл какой, что в стране были пророки. Люди, не боящиеся людей. Говорящие о блудодеянии этой власти. Конечно, голову на блюде понесут их. Ну, стоит того. Один раз живем. Деяние 20-30. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Он не дал ноль внимания на это. Мы-то не говорим, во-первых, превратно и к себе никого не зовем. А вас только к себе. Даже сейчас нас это... Зачем мы вам нужны? Вы понимаете? Ну, вас тут никто не тронет. Ну, мы ваши сейчас будем. Но я завтра выезжаю в Ребриху надо. Заранее повесили. Ну и что дальше? Он никаким образом священник со мной не может быть. Он меня уже объявил еретиком. Свидетель Моя Гова назвал. Вызвал милицию. Он уже на уровне самосохранения меня не пустит. Поверить, что меня туда возьмут, пустят. Только Евгения... Может, Дмитриевна, Никитина. Что мне священники там дадут слово. Через два часа только уйдут они оттуда. А я буду говорить в каждом храме. Ну, я еще, говорится, хоть и старый, но не совсем. Филиппистам 1, 27. Только живите достойно благовествования Христова. Не достойно епископа. Что вы мне приду, или я увижу вас, или не приду, слышать о вас. Что вы стоите в одном духе, подвязываясь единодушно за веру евангельскую. В одном духе надо быть. Но когда за веру евангельскую, не за то, что нам подают сегодня православие, в котором буквально ничего нет евангельского-то. Вот книга к истинному православию, я говорю, я исследовал все. Я на это потратил 40 лет. И прихожу к убеждению, то, что называется православием, почти не имеет опоры в Библии. Вот меня спрашивают, допустим, где вы нашли такое? Нет в Библии. В Библии есть это. В Библии этого нет. Я об этом говорю. И опять вопрос, ну откуда вы это взяли, что-то необходимо, прям вот крайне необходимо. Ниоткуда не нахожу. Но я православный, поэтому я принимаю, знаю, что это не смертельно. Вот только почему. Я уже сказал, если я буду патриархом, то что я сделаю? Ну, когда я буду патриархом? Когда же 73 года? Наверное, не буду. Согласились. Так, Малахия 2.2. Если вы не послушаетесь, и если не примете в сердце, что воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваок, то я пошлю на вас проклятия, священники, значит, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Какие это благословения, когда я одно проклятие вижу? Все делайте против. С властями сцепились. Ни одного слова не хотят сказать по слову Божьему. Что патриарх не знает, что власти делают не так? Почему нет обличительного слова ни премьеру, ни президенту? Почему слово Яна Крестителя, оно не идет у него? Русский народ на вымирание идет. Патриарх Алексей Второй сказал, идет геноцид русского народа. Геноцид это полное истребление. Что, новый патриарх не знает про этот геноцид? Или геноцид прекратился? Какой бы русский народ не был, но почему бы обрекли его на полное вымирание? Ведь мог бы он подойти и сказать, президент, какой это прожиточный минимум-то? Но я еще проживу. У меня живот, говорит, иногда позвоночник задевает. Мне одному как раз. Но люди, у которых работа настоящая, на заводе работает, у него ребятишки. Как он это проживет? А там сына еще за деньги учить. Да еще лечиться за деньги. Вы же понимаете, что это, что такое. А бывает иногда лечиться просто необходимо. Без врача не обойтись, ты просто умрешь. Я не один раз был под ножом, и как бы ни ножи, я бы не спасся. Это уж я так хвалюсь, что я без врачей обхожусь. А на самом-то деле, ну я просто не лезу к ним. А уж нужда при лучи, так врачи для меня выше некуда. Я даже не хожу никогда на Меропомазание. Я говорю, у меня врач знакомый, я к нему схожу. Не Меропомазание, а Таире, а Фомазание идет, когда-то с Соборования. Галатам 4,29. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. А вы не задумывались, за что на вас так говорят вчера? Да я же просчитал тебе. Рожденный по плоти гнал, и так и ныне. Он не может меня не гнать. Я для него невыносимо. Нам, говорит, невыносимо слышать. Испытаем его, премудрость Соломона говорит. Испытаем его прямо. Берут горящий суп. Борщ горящий-то. Оттягивают воротник и выливают ему туда. А он баптист. И посмотрим, что с тебя будет. И буквально убивают его. У меня-то запись есть. Он у них сейчас пресс-фитером. Астраханцев Валерий Петрович. Алектина, где у меня? Нету ее? Вышла. Вышла? Ушла? Нет, здесь она. Его как в армию взяли, и как его били. Полумертвого привезли, пока довезли туда, что он с ними отказался пить. А потом там его били, сломали ему. Там челюсть сломали. И что-то такое не было. Но судили. Правда, судили офицера и других. Но это же не вернешь. А он кроткий, смиренный, очень хороший. Мы в близких отношениях с ним были. Он пришел, когда в отпуск отпустили. Он все мне на микрофон рассказал. Где-то у меня в архиве хранится. С верующим вот так поступает. А вы хотите, чтобы вас вот так гнали? А он мне говорит. Я хочу или не хочу, но это написано. Блаженно и изданная правда. Блаженство мое я никому не продам. Да, я буду гоним вами. Но вами гоним. Нас власти не трогают. Мы стоим вместе за одной кафедрой с главой местной администрации. И он в моей книге стоит и рекламирует. А священник от злости лопается. Разве это годится так? Мы договорились в Шарщино за клубом, за Дома культуры. И вдруг на неделю узнаем, что она поехала в Тюменцево. А там есть церковь. Как мы на молитву. Если она найдет попа, если она с ним сходу пропала, все тогда. Но она, видимо, была, а его дома не было. И у нас встреча состоялась. Весь народ собрали в клубе. А если бы он знал, а она под него, я тебе грехи не отпущу, окаянные, выгони его. Все. Она перед ним поползла бы как. А она потом по теряевку приезжала. Это самые злейшие враги. Я это все показал патриарху. Это им надо добить. А он вчера посчитал, как будто это не считал. Еще. И негосподство над наследием Божьим. Подавай пример стаду. 1 Петра 5.3. Они только господствовать могут. Он даже не останавливается над, сказал, в самом деле, братья, мы только господствуем. Понимаете, как они давят. Как они командуют. Вопреки словам. 1 Царств 2.17. И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом. Ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Вот мне, ну, это интернет, конечно, пишут. Тут у нас был батюшка, он совсем запился. Ну, как пойти. Мало того, что он рассказывает, не помню, что исповедовались. У меня один такой был. И его священник, он в армии ослужил парень, и со священником познакомился. Он говорит, с Игнатием, да ты что, это страшный человек. Ты все, что пленки, уничтожь. Ну, и он послушался. С батюшкой выпивают. Наконец-то он пошел без батюшки. А мне все сообщает оттуда. Это другая область. Там где-то Кустанай. Ему не хватает опохмелеться. Он в дворы заходит, падает на колени и просит, дайте. Упал в колодец, где-то и утонул, как козел у щукаря. Вот и все. И ни с кого не спроса, нигде не напечатают. Но со мной он не знается. Я страшный человек. А благодетельный его привел вот к такой смерти. Грех этих молодых людей был весьма велик. Вот рукополагают-то ставят. 1 Коринфян 9,16. Ибо если я благовествую, то не с чем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Какое же вас горе-то всех попов ждет, что вы не благовествуете? А благовествовать нужно так, цель должна быть, чтобы люди родились свыше. Я говорю, сколько время ходила, и так никто мне ничего не сказал. А потом две женщины хорошие, такие обходительные, пришли и сказали, а вы хотите Библию изучать? А я все время хотела. И к батюшке подходил, он говорит, зачем тебе нужно? Мария, ну ты ходишь в храм, причащаешься, что тебе надо? Я говорю, так полюбила их, но теперь я иговистка. К батюшке уже не пойду. Теперь они мне разъяснили, что иконы не нужны, я их жесть побоялась, но выкинула. И в храм никогда не пойду, поп-обманщик. А они мне все рассказали правду. Они рассказали правду. Так это батюшка мог бы рассказать ей-то по святым отцам. А сколько таких? Если одна, говорит, погибнет по вашей вине, не хватит всей жизни рассчитаться, златоуст говорит, а их гибнет миллионы. Вот о чем надо все время, ежедневно молиться. Заканчиваю. Деяние 8.4. Между тем рассеявшиеся ходили благовествами слова. Они не знают еще, что на этом я построил. Ходили-то миряне, а апостолы остались на самом трудном участке Иерусалима, златоуст говорит. А кто их там благословлял-то, когда они бежали и не успевали домой зайти? И ходили, с чем занимались? Выискивали, где спрятаться? В кусике? Ходили и благовествовали. Вот мы этим и делаем. Занимаемся. Филиппийцам 2.5. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Они ни один не ответят. Какие чувствования? Во Христе Иисусе нигде не говорится, чтобы я к епископу за каждым делом шел, искал его благословение, не спрашивая благословения Божьего. Господь говорит, славу друг от друга принимаете, а от единого Бога не ищите. Зачем вы все цензируете? Он сказал им это, что цензурно должны каждая книга пройти. На книге-то как они уже, я знал. Дальше будет давление наращиваться. Все на книге сейчас стоит. Книги эти недосягаемые для них. Они в интернете раз, а во-вторых уже... А их всего тысяча экземпляров. Сколько уже ушло и сколько еще уйдет. Чтобы эти книги писать, нужно было с написанным жить вместе. Сирахов, 14.1. Кто прикасается к Смоле, тот очернится. И кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему. Но они думают, что с нами гордые. Я говорю, зачем тогда? Желаете, эту группу вам... А если мы гордые, теперь покажи, перед чем я вас гордился конкретно. Мне нужен... Я хочу избавиться от гордости. Они меня упрекают. А вот гордый не покоряется. Кому? Тебе я не покоряюсь. И в это мое смирение перед Богом. Моя стойкость. Конкретно скажи, когда, где я гордился, не подчинялся Богу. Вопреки Библии. Ты же говоришь только о себе. Ты вместо Бога стал-то. Ты антихрист самый настоящий. Потому что себя вместо Бога ставишь. Я знаю, что я могу сказать. Второе. Сераха 28.9. И сослетается к подобным себе. И истинно обращается к тем, которые упражняются в ней. Как к нам может обратиться истинно, если в ней не упражняется? И поэтому мы вам не одинаково. Как поговорят в гусь свинений, товарищи. Вы нас сразу раздавите. Сразу разнесете в дребезги. Допустим, у нас ничего нет. Но я должен, как вы думаете, все время наклонять ухо к вам. Библия мне уже не нужна. Зачем Библия, когда епископ есть? И нам люди встречаются и говорят, какой Евангелие? Пошел ты. У нас есть священник, который говорит. И фихи-то наш тоже рассказывает. Он тоже решил исповедовать, чтобы люди знали. Я говорю, вы Евангелие-то считали? Так а где его достать? Так он у нас продается. Пойдите купить. Они говорят, пошли и купили. Опять подошли, стоят. Мы на крещении. Так Евангелие-то вы взяли? Взяли, так надо посчитать. Так ты что, поп? Ты крестить-то будешь или нет? Нет. Да пошел ты! Он говорит, как послал его на требуху в храме-то. Я говорю, тогда только понял, что... Вот только так надо их делать-то. Это наши пихи рассказывают. И я... Тогда все, пошли, ребята, отсюда. Там соседний поп не дуркует. Покрестит. Им это не надо. Вот что, вас все время нужно посылать куда-то, чтобы вы догадались, что там и все благополучно. А ты сделай так, чтобы люди тебя искали. Их к тебе посылали. Послушайте, какую мудрость Бог дал этому человеку. Он провозвестник истины Божьей. А вас никогда этого не скажут. Сирахов 7.17. Боящийся Господа направляет дружбу свою так, чтобы какого он таким делается и друг его. Вот для чего мы собираемся. Я хочу, чтобы вы были как я. Скажите, вы сидящие здесь священники. Я к ним обращаюсь. Хотите, чтобы мы были как вы, как ваши прихожане. По совести. Конечно, хотя бы. Вот и сходите. Чтобы вот такие, как вы пришли, ушли, они там выходят, бабка упала, заругалась. Да они все дадут за это. Посты не соблюдаете. Вы ничего не знаете. Нет. Вот по этому листу мы начнем тогда с ними беседовать. Вопросы. Вы все равно сидели. Какие хотели задать вопросы, чтобы ничего не задали-то почему-то. У вас есть вопросы? Вот сейчас у кого есть резать, подойдите вот эти нарезанные. Возьмите, чтобы наклеивать. Купите кисточку, начинайте быстро работать. Не забывайте, нам нужно очень много. Вот она готова. Вот эта плохая, это мы бросим. А почему бы не заказать сразу нормальные? На плотной бумаге. На плотной бумаге сразу заказать. Вот не листочки вот такие, а заказать. У нас же не хватит. А 1 рубль одна. И нам нужно 50 тысяч. Давай, согласен. Пожалуйста, 50 тысяч. А что сидишь-то? Я согласился. Ты умная, я признал, что ты умная. 50 тысяч отдать, это не то, что 60 тысяч сжечь. Это разное. К слову-то сказать. Ну, прежде чем выходить с каким-то предложением, сначала подумай, кто нам это будет делать бесплатно. Эта бумага стоит, знаешь, сколько? Теперь это надписи. Ты сходи один раз в Библию, закажи их. Я не против. Вот которые мы даем, даже вот эти вот, маленькие такие, это порублю. По 50. Вот и все. 50 копеек. Сколько? Полтора? 50 копеек. А, тебе 50 копеек. Ну, 50 даже. Так, ну, теперь раскинь это. Она же даром тебе не будет. Вторая половина будет. А-то наши там два раза с лишним больше. А вот резать с коробок можно? Вот они, которые нарезаны. Бери. Коробок толстые слишком. Вот они. Бери, ну, тонкие коробки. Вот они, бери все. Бери. Вот кому надо еще, вот берите, вот уже нарезаны. Остальные режьте, продолжайте. И вот рядом лежат квитки. Вот, берите, подходите. А вот которые уже наклеены, вот она. Вот она, тоже не наклеены или наклеены, посмотри там. Это наклеены, это ехать. Вытащи. Там наклеены, а это нарезаны. Так, вопросы? А поля вот эти зачем большие? Вот эти поля. Да только потому, что не спросили, у нас опыт есть. Что-то обрывается, что-то остается. Выглядит более импозантно. Так, еще вопрос. Когда меня, я рассылаю, там 3000 человек, материалы там отменные, все говорят, ой, мы как в другом мире побывали. А другой спрашивает, а зачем вы мне это посылаете? Я ничего не объясняю, я сразу его выщелкиваю из друзей. Все, он мне не нужен. Если он не понимает, для чего ему говорится, ему ничего не объяснишь. То есть он не наслаждается, он не благодарит Бога, спрашивает, а чем мне эта церковь даст? Так, вопрос. И еще про лагерь станы ничего не говорили? Да, я не говорил. Марина-то нету? А еще не говорили? Нет, нет. Когда на встрече-то про лагерь станы батюшка не говорил, что мы чем отличаемся. Скажем, скажем. Нет, не говорили, да. И еще про оглашенные из идите, про оглашенные из идите тоже не сказали. Ну, это понятно будет. Мы поговорим. Они выбросили оглашенные из идите, вообще у них в литургии нету. Нужно по карточке сказать? Давай. Вот здесь вот выделено, выделено Игнатий Тихонович Лапкин. Да. А мне кажется, надо выделить и толкование Слова Божие. Ага. Вот именно это выделить. Ну да. Сделайте, пожалуйста. Разрешаю. А вот это можно взять, клеить, да? Сделайте. Потому что за этим стоит в интернет заходит по имени. О, моя домой. Мы главное к интернету протягиваем, а не Игнатия Тихоновича. А ты слово Игнатий в интернет по-русски запусти, только одно слово. И она сразу выкинет. Игнатий Лапкин. Так нажми, и сразу Игнатий Лапкин в форуме. В общем дело. Интернет мало у деревенских есть. А вот... Откуда тебя знать-то? Муж сказал не молчать. Нет. Понимаешь, нет? Разные люди. Один книги ищет. Он находит здесь в библиотеке, спрашивает. Спрашивает по фамилии ищет. Это позывной. Не мне это надо. Мне этой славы не надо. Но так уж случилось, что анонимно я не выпускаю. 41 книга, все под моим именем. Ну а кем напишу? Пушкин? Я не могу ничего сказать. Это не мое решение. Я не выделял, к слову сказать-то. А люди, которые этим занимались, мне сказали, вот это самое, на что люди будут цепляться. Здесь сразу вызывайте друзей и врагов. Так, вопросы. Так, ничего нет, тогда поблагодарим Бога. И оставайтесь, попоете, потом занятия у нас будут еще. Достойно есть я, кого истинно, блажите Тя Богородицу, Крисно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения с Серафим, без искрения Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, великая Тебя благодарна за этот день, за эту возможность собирать себя вместе. И делисься теми дарами, которыми Ты наградил каждого из нас. Если это от Тебя, Господи, благослови предстоящую встречу. Научи нас быть смиренными перед Тобою. И этим священникам покажи на их заблуждение. Ибо за каждую опцию они будут отвечать. И какое строгое взыскание будет за каждую погибшую душу. Сохрани это место. У врачу и патриарха. И эти гонения на него помоги ему мужественно перенести. Благослови болящего и епископа Максима. Чтобы он смотрел за веренными священниками. Приготовь нам все необходимое для благовестия. Побуди наших братьев истер ревностно трудиться и прилагать все силы, для того, чтобы многие услышали благую весть. И все слышанное сохрани в наших сердцах. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, убирай, чтобы они заподхали. Надо вынести ее.